ТРАССА 101 Приветствую в эфире ТРАССА 101 Владимир Сметанин не нарушает Почти Новый год принёс подорожание ОСАГО Прибавка складывается из нескольких аспектов Во-первых, Центробанк расширил границы тарифного коридора Верхняя планка для владельцев легковых авто Теперь составляет почти 6 тысяч рублей Во-вторых, увеличены возрастной и региональные коэффициенты Последние особенно заметны в небольших населённых пунктах Таким образом, говорят специалисты, некоторые категории водителей Столкнутся с ростом стоимости обязательной автостраховки почти на треть ТРАССА 101 В России в очередной раз заговорили о снижении допустимого уровня алкоголя В крови водителя и в воздухе, который он выдыхает Напомню, сейчас действует порог в 0,3 промилле и в 16 миллиграммов на литр соответственно До 2013 года был абсолютный ноль Так что прав можно было лишиться, предположим, за выпитый стакан кефира Насколько власти собираются уменьшить значение, не уточняется Ряд специалистов утверждает, что не исключён возврат к стопроцентной трезвости ТРАССА 101 Власти снова озаботились проблемой большого числа старых автомобилей, которые загрязняют воздух И далеко не идеальны в плане безопасности Прозвучала идея ввести определённую возрастную планку, при преодолении которой эксплуатация техники будет запрещена В первую очередь это касается автобусов и грузовиков Надо полагать, чиновники осознают щекотливость данной темы Конкретики пока почти нет Ранее, напомню, высказывалось предложение о повсеместном введении зон Въезд в пределы которых на старых машинах запрещен ТРАССА 101 Почти две трети российских водителей благодарят своих коллег миганием аварийки или жестом Около половины автомобилистов предупреждают других шофёров о нахождении поблизости наряда ДПС Водительской вежливости был посвящён опрос, проведённый порталом авто.ру В целом почти 80% отечественных автолюбителей считают себя дружелюбными А 45% респондентов обижаются, когда их не благодарят за оказанную услугу ТРАССА 101 Концерн «Алмаз-Антей» поделился сведениями о новой разработке Это среднеразмерный электрический кроссовер Проект носит название «Е-Нива» Автомобиль длиной 4,5 метра Оснащается двумя электрическими моторами Суммарной мощностью более 400 лошадиных сил Максимальная скорость почти 200 км в час Запас хода без малого 500 км Будет ли машина запущена в серию Какова её хотя бы приблизительная стоимость Информации об этом нет На этом всё Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова До свидания ТРАССА 101